Итак, друзья, подписывайтесь на канал Артема. Артем рассказывает совсем про другую Испанию, честно, откровенно. Поэтому, ребята, переходите по ссылочке и подписывайтесь на его канал. Ссылка будет в описании и в первом комментарии. Проходите и подписывайтесь. И смотрите и слушайте про немного другую Испанию. Это положительная история. Но и так тяжело, судите. У меня прошло здесь 15 лет. А 15 лет лучших, может быть, самых таких активных в моей жизни. То есть я уехал 15 лет, 53 минус 15, да, 37-38 лет. Я уехал. То есть у меня еще были силы, желания. Я привез м-ную сумму оттуда, честно заработанных денег. Вот. И положили мы здесь вот и в дом, и в экономику. Открыли магазины. У нас было до 7, до 10 человек рабочего персонала. Мы платили по 3-4 тысячи евро в месяц за работу. Мы хотели развиваться. И не пытались развиваться. Ну, ни система, ни что нам не дала. Во-первых, налоги сумасшедшие. Там вот эти вот системы франшиз, это, ну, просто это обман. Полнейший, полнейший просто обман. Это рабство. Рабство. Дело в том, что можно туда войти, а выйти оттуда очень тяжело. Мы когда с первой компанией были, с Диевцами, я, как бы, они нам предоставили, перед тем, как купить франшизу, они мне предоставили уже на готовый магазин, который уже был, у них в эксплуатации, где, там, ну, не знаю, лет 5, наверное, уже у них был в эксплуатации. Они говорят, вот, хочешь, ты можешь в этот магазин войти, ну, как франкисяга, и начать, что-то завтра уже работать. Вот. Пересчитаем товар, ты заплачешь за товар, там, и начинай работать. Все, уже включено. Все, пожалуйста. Есть клиенты, все, уже есть. Вот. И мы вошли вот в магазин. Перед этим, как войти в этот магазин, они нам предоставили бизнес-план. Ну, сколько продавал этот магазин раньше, и сколько, какие затраты были. Ну, мы посмотрели, да, там денег не очень много было, но мы подумали, будем, как бы, увеличить продажи, и нормально, и, как бы, свой бизнес, будем развиваться, откроем второй магазин, будет оставаться чуть-чуть побольше, образно говоря. Вот. За временем. И сами работали, все сами делали, как-то, многие говорят, да, наши привыкли в России, там ничего не делать, приходи только кассу снимать. Нет, я в России кассу не снимал, я, то есть, там, у меня конофирма, до сих пор, там, как бы, люди меня вспоминают. От начального этапа, от собеседневного разговора с клиентом и до конечного результата, все проходило через меня, я знал каждого клиента, а у нас их потом было тысячи, они, я их все знал, в лицо, по крайней мере, а многих по именам. Я знал все контракты, они могли ко мне обращаться в воскресенье, звонить. И то же самое здесь мы хотели, мы в магазине проводили с женой с утра до вечера, все, она была заведующая, как бы, отвечала за кассы, какие-то проблемы здесь кассы, девчонки, там, кассиры, сразу к ней, Катя, как этот вопрос, когда очереди, она еще кассу открывала, она делала заявки, я делал часть заявок, мы принимали эти каньоны, то есть фуры с мастерами, с продуктами считали, там, потом распоряжали, контролировали, цены идти, там, каждый день цены меняют, там, ну, объем, объем робот сумасшедший, мы хотели, для того, чтобы развиваться дальше, нам надо было понять бизнес самого низа, поэтому мы и делали все. Мы делали все, мы знали больше, намного, чем наш персонал, вот, и, где мне предоставила бизнес-проект? Мы посчитали, сказали, да, ну, более-менее нормально, свой бизнес, будем работать, будем развиваться и зарабатывать больше, вот, через три месяца я уже им составил бумагу, несоответствие цен, ну, цифр в их бизнес-плане с реальными, когда начали приходить какие-то налоги, там, и продажи, и налоги, и так далее, и тому подобное, через три месяца я попросил директора нашего местного представительства встретиться со мной и поговорить, потому что были несоответствия большие. Вот мы часа четыре сидели, я взял переводчика с собой специально еще, потому что это испанский вообще слабый был, взял переводчика, там, знакомый, мой знакомый, взял своего сестора, которая раньше работала в банке, каталанец, взял его, чтобы он, как бы, там, какие-то вопросы тоже мог мне помочь, то есть, жена, я, вот, каталанец, это, это, сестор мой, бухгалтер, то есть, и переводчик, и вот мы поехали туда общаться, и был директор нашего местного представительства, он и его зам. И вот я там выпитал, там, огромное количество вопросов на листочке, и вот мы сидели, беседовали, беседовали, но они, конечно, толком ни на что мне не смогли ответить, значит, итог нашей встречи был таков, он, в конце концов, мне говорит, Андрей, слушай, у нас уже мало времени осталось, нам, как бы, пора уже заканчить этот разговор, там, часа четыре уже прошло, что ли, вот. Он говорит, смотри, мы так поняли, что, как бы, тебе не нравится эта франшиза, ну, как мы работаем, я говорю, нет, не нравится. Он говорит, давай сделаем так, контракт был подписан на пять лет, то есть, если бы мы его разорвали, мы несли штрафные санкции, они с нас должны были взять, там, не помню, 20 или 30 тысяч евро штраф. Ого, говорит, с нашей стороны, да, раньше пяти лет. Он говорит, давай сделаем так, раз тебе не нравится. Вот, много вопросов, много вопросов, я поставил таких, которые, они, как бы, в лоб, они не смогли ни ответить, ничего, ни бе, ни ме, вот, по некоторым налогам, которые мне начали приносить, которых не было в этом бизнес-проекте, вот. Он говорит, давай так, давай разорвем по-обоюдному согласию. То есть, мы тебе пересчитаем опять продукты, все, которые в магазине, мы эти деньги вернем, но тебе вреднем твои, ты нам вернешь наши, и мы с тобой расходимся. Это было через три месяца после того, как мы открыли магазин. А мы открыли в июне, то есть, самые сумасшедшие месяца, июня, июля, август, мы продали за три месяца, ну, тысяч на семьсот, восемьсот, то есть, за три месяца мы продали на семьсот, восемьсот тысяч евро, мелкого вот этого товара, который стоит по пятьдесят центов, понимаешь, там, пятьдесят центов молоко, там, кока-колы, ну, и т.д., и тому подобное. Я говорю, я согласен закрыть с вами через три месяца контракт, если, как бы, вы с меня никаких штрафов не возьмете, ничего, я согласен. Пересчитаем, все, вы мне деньги вернете мои, и, как бы, все, до свидания. Вот, ну, единственное, я говорю, Рикардо, ну, я, в принципе, с ним в нормальных отношениях, потом остался вот этот директор, я говорю, Рикардо, единственный вопрос, когда к вам в систему входишь, оплачиваешь, ну, здесь это, в основном, называется матрикулы, интраны. У них называлось не матрикулы, у них называлось интраны, то есть вход в систему, их гирс. Вот, я вам отдал, не помню, сколько, было 12 тысяч, что ли, это евро, вход у них, что, плюс НДС 21%. Нет, тогда еще НДС был, не 21, тогда НДС еще был 19, где же подняли НДС на 2%, раньше был, нет, даже в РУ, было 18, кажется, процентов НДС, когда вот мы приехали, а потом на 3 пункта подняли, стал 21, то есть 12 тысяч плюс 18% НДС, я им заплатил, то есть это было, получается, там, больше 13 тысяч евро, от 14 тысяч, кажется, тысяч евро. Я говорю, Рикардо, естественно, вы мне эти деньги вернете, потому что, ну, что, 3 месяца прошло, я выхожу из вашей системы, больше с вами быть не хочу. Говорит, ну, как бы, единовременный такой взнос, матрикула, да, интрана, который не возвращается. И как ты хочешь мне сказать, что 3 месяца я отработал женой, там, мы вам продали на 600, 600, 700 или 800 тысяч евро, то есть это прилично, они заработали с этого, с магазина, мы им продавали. И еще плюс, вы не вернете мне вот эти вот 13 тысяч за 3 месяца, я говорю, это хороший бизнес получается, так вот, каждые 3 месяца менять людей. Говорит, Андрей, ну, я ничего сделать не могу, нет, мы деньги не вернем. Я говорю, ну, Рикардо, если вы мне деньги эти не вернете, я говорю, ну, тогда останемся. И я буду искать варианты, что можно придумать для того, чтобы хоть что-то как-то зарабатывать. И вот мы остались, и до 4 лет. И как там дальше было, что-то получилось как-то все-таки перестроить, или все, налоги жрали? Ну, в несоответствии с контрактом, да, мы там уже не имели права покупать товар на стране, в других местах, но мы это делали. То есть мы уже придумывали какие-то схемы, конечно, это затратили, но это очень много дополнительной энергии и сил, которые у нас уже практически не было, были еще кое-какие варианты, мы придумывали схемы, да, но это было уже не совсем легально по отношению к ДИИ, и они нас в любой момент могли как бы просто прекратить контракт с нами. Но у меня были неплохие отношения вот с этим директором Рикардо, и они как бы понимают все проблемы своей системы, но они все-таки тоже наемные лица, скажем так, два внешних хозяева и компания, вот, они как-то частично закрывали глаза долго на все вот эти проблемы, и, ну, не очень много, но что-то бы удавалось выдуривать, зарабатывать людей, вот, то есть как бы мы, ну, живем мы, не шиповали, но как бы покушать у нас всегда было, потому что свой супермаркет берешь и идешь, ипотеку оплачивали, сын учился, занимался спортом, а здесь это все платно, в обычной секции футбольной заниматься это тоже все платно, вот, здесь бесплатно ничего не бывает. А, да, а расскажите вот про футбол вообще, вот, реально там люди приезжают, там, своих детей футбол дают, чтобы они там потом Марадонной стали или еще кем-то, вообще здесь это реальная сделка или это все фигня, лоходром полный? Не, ну, это лоходром, конечно, здесь, здесь, во-первых, здесь в Испании своих мальчиков талантливых очень много, такое огромное количество, но такое огромное количество, у них это видно на дневном уровне, вот это умение играть в футбол, что, ну, пробиться смог вот один Месси, назовем это так, да, вот этот Месси, это как уникальный, там, уникальный гений, вот, и то, с помощью какого-то течения обстоятельства, его когда-то вовремя заметили, его вовремя забрали, его вовремя начали лечить и так далее, и тому подобное, то есть, как бы, счет сложилось. Здесь свои пацаны, потому что у меня, сын, вот, занимался с шести лет футболом здесь и до девятнадцати, занимался, надеюсь, футболом. Значит, здесь на детском уровне, на детском уровне, даже на юношеском уровне, в первую очередь идет даже больше, ну, как, не по блату, ну, да, кто кого знает, там, знает бабушку, дедушку, папу, маму, какие-то там, какие-то, ну, свои отношения, там, не денежные, а вот какие-то вот такие свои отношения. Играют, непонятно, кто, тренера с достаточно низкой квалификацией, они, ну, как они могут быть сильными, если они получают зарплату, там, 150-200 евро в месяц, тренера. То есть, когда, как бы, любители, скажем так, у них должна быть своя основная работа, а там, в этих клубах, я не говорю, Барселона, Валенсия, нет, там профессионалы, там совершенно другое отношение, туда отбирают мальчиков, за ними агенты смотрят по всей территории Испании и лучших отбирают туда. Многих потом отправляют назад, но, как бы, в любом случае, это другие, другой уровень. Я говорю, вот такие уровни, но местные, как бы, назовем так, Тарагон, Ариус, то есть, достаточно, причем, юношеские команды играют на хороших уровнях, они играют против первой команды Барсы своего возраста, то есть, они играют в таких хороших чемпионатах, играют достаточно довольно, ну, довольно, как бы, достойно против этих клубов, там, Барас Барса, Испаньол, Корнея, против них. То есть, много очень хороших командных мальчиков. Пробиться туда, пробиться туда, как бы, тем более иностранцы, иностранцы, очень тяжело. Везде мама, папа, дедушки, бабушки пихают своих, вот, плюс свои испанцы, каталанцы, которых там без мам, пап, дедушек, бабушек тоже неплохие мальчики есть. То есть, как бы, надо быть, чтобы играть здесь, надо быть, ну, не знаю, на три, на пять голов лучше, чем местные, но это нереально практически. Вот я рассказывал, у меня знакомый пригласил Молдавию, он сказал, там, своего родственника, на год сюда, он говорит, сказал, что это новый Месси. Я из него, точно, он Месси будет. Вот он меня зациклил, я хочу, и все. Ну, давай, ну, хочешь, хочешь, приезжай, хотя ничего тебе не получится. Он приехал, потратил кучу денег, здесь сняли ему квартиру, вот он и везде этого мальчика пихал с Кишинева, за Молдавии. Я там через знакомых нашел, даже выходы на Барсу. Мы ездили в саму академию Барсу, Барсы, Барсы, разговаривали с директором этой академии Барсы. И он нам объяснил, ребята, у нас так не идет, мы не берем просто так с улицы. У нас есть агенты, которые просматривают ребят в течение какого-то времени, небольшого, и уже потом мы сами их приглашаем. Поэтому, если вы хотите, пусть этот мальчик в какой-то команде, не важно, какого уровня, пусть он играет, и мы будем за ним следить. Если мы поймем, что это наш человек, мы его тогда пригласим к себе в академию. Но опять-таки, вот у моего сына, у него же много очень друзей здесь, которые играли уже спортаршем, юношем, играли уже на уровне против первой команды Барса. Ну, по возрасту я имею в виду. То есть они были хорошие дивизионы, и никто нигде не играет. Потому что, ну, такое количество игроков, мальчиков, некоторые уехали в Польшу, там играет, их там поустраивал, кто-то помог устроиться. Кто-то в Польше такие самые-самые, может, талантливые. Нет, никто не играет. А наши-то тем более. Наши нет, нет. Мы в Барселоне, один такой мальчик, он Никитина, моего сына, ровесник, Роман Чугаринов, кажется, Тугаринов, или Чугаринов, Тугаринов. У него родители в Костельдефельсе живут. И вот он играл в свое время в этой команде. Костельдефельса его заметила Барса, Академия, и они его пригласили к себе. И он долго был в Академии Барса. Но в конце концов, потом с возрастом он уходил все ниже, 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 ниже. Все хуже, хуже и хуже. И сейчас даже не знаю, где-то он там в Кормея, что ли, в третьем дивизионе играет. То есть уже 22-23 года, и до сих пор не заиграл, навряд ли где-то заиграет. Он даже последний год с своим возрастом был в Барсе. Правда, был на скамейке запасных, они даже Лигу Чемпионов выиграли. Вот, по возрасту. Но все равно никуда. Никуда. То есть, такое огромное количество хороших мальчиков здесь, что, не знаю, очень тяжело пробиться. Это надо иметь очень хороших агентов. Это должно просто по жизни все сложиться таким образом, чтобы где-то заиграть. Нет, и я не знаю, чтобы кто-то играл. Вот у нас знакомый тоже есть, у меня, они усыновили мальчика из Африки. И он был сранен, сраньего детства в одной команде с Никитой. Высокий, мощный, ну, может быть, был старший своего возраста, не знаю. Он лучше был в команде. Его после этого взяли сначала в Настик Тарагона, это такой, наш такой, самый центральный клуб здесь, в провинции Тарагона. Сразу же его туда забрали. Вот он там поиграл, потом его пригласили из Настика в Испаниол, кажется. Это вторая команда Барса, Барселона. То есть, первая Барса, Барса, и вторая, вот Испаниол, Барселона. Они еще, правда, скатились со второй дивизиан, но, как бы, раньше они играли в высшем дивизиане, тоже у них. Академия тоже такая хорошая считалась. в Барселоне. Вот его забрали туда. Я потом, как-то ябца хорошо знал, у нас рядом бизнесы находились, у меня магазин, а у него рядом другой бизнес. И мы часто общались про детей, про футбол. Они, рано, вот, и он был талантливый, он в своем возрасте шел, как бы, один из лучших. И вот этот отец мне тоже сказал, Андрей, здесь без агентов, уже потом, на более, когда старшие юноши, без хороших агентов, а хорошие агенты не всех возьмут, и это очень дорого. Никуда, никогда. И, говорит, он лучше на голову был в Испаниоле, там, в пацану возрасту, сидел на скамете, запасных, другие играли. У кого агенты были сильнее, то есть, вот так. И, в конце концов, тоже они плюнули, когда он уже был старше юноша, они плюнули, он расстроился, в Испаниоле, вот, не получилось, он вернулся сюда, опять в Настик, ему обещали, что он будет здесь основным и лучшим. И, опять-таки, здесь играли те, кто хуже, но имеет каких-то агентов или бабушек, дедушек, а он сидел на скамете запасных. И, в конце концов, тоже они вот решили по спортивной футбольной беке, ну, то есть, стипендия, уехать, отправить его учиться, семья состоятельная такая, отправить его учиться в Америку, в университет, ну, по футбольной спортивной беке. То есть, университет гасит практически большую часть всех расходов по обучению, но ребенок, ну, юноша уже на тот момент, он, как бы, защищает честь университета, вот по футболу. И он уехал, уехал. Я потом видел его отца несколько раз тоже, после уже, он провел несколько лет в Америке, это вот его сын, усыновленный, не говорит ой, и он доволен, и сын, и отец, и там, дедушки, бабушки, все были очень довольны, потому что он там учится в университете, платят достаточно немного, потому что там год учебы в Америке, в университете 40-50 тысяч долларов, в зависимости проживания, учебы, все остальное, в зависимости от университета, конечно, от колледжа, в среднем есть где-то 30, даже и 40, 50, а есть и дороже, смотря какой колледж, какая специальность, но там те, кто набирает спортсмена, в основном, у них такие вот средние расценки 30-50 тысяч долларов в год, это учеба с проживанием, там, экипировка, все, 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 полная, еда, все, университет берет на себя большую часть расходов, а родители платят меньшую часть, то есть это где-то пропорция составляет, но у каждого по-своему, там, 20-80 или 30-70, где-то 50-50, сейчас много из Испании, детей уезжают вот именно по-иду, бегом в университеты СССР в Америке, и не только по футболу, и теннис, и, ну, очень много видов спорта, очень много из Испании, американцы любят испанских детей, юношей, которые знают, что они хорошего уровня, и вот они уезжают сейчас многие, и вот он уехал, он уехал, и очень рад, он играет футбол, он учится, и очень рад, доволен, потому что здесь после окончания последнего года, когда старшие юноши вот заканчивают, они школу закончены, у них последний футбольный год, как юноши, а дальше нет ничего, дальше вообще ничего нету, или ты идешь во взрослый футбол, где уже совершенно другой футбол, и еще тебя хорошую команду, как правило, не возьмет, вторая каталана, третья каталана, где ноги отрывают, бегают мужики после работы, иногда полупьяные, дерутся, и все остальное, нету перспектив, у них или эти команды во взрослые, где и не платят ничего, и играть не играешь, потому что мужики играют здоровенные, то есть юношу мало кто подставит состав, или играет мало, вот, или все, или заканчиваясь футболом, почему, потому что студенческого футбола у них здесь нет, люди идут учиться университеты, а там студенческого спорта у них нету, то есть вот так, в России есть студенческий футбол, я сам учусь в Баумутском университете в Калуге, играл за их студенческую команду все 6 лет, а здесь такого где-то, то есть у этих ребят, которые заканчивают, их очень много здесь талантливых ребят, испанцев, я имею в виду, по футболу, они заканчивают вот этот старый последний год юноши, юношеского футбола, и дальше все, если тебя не взяла никакая команда хотя бы полупрофессиональная, хотя бы полупрофессиональная, ну все, это значит, ты уже никуда не пойдешь. А многие ребята, юноши, они отдают почти все вот эти детские года, допустим, Настик, Тарагонов, она здесь, да, или Реус, депортиво, они отдают как бы лучшие свои годы, там тренируются каждый день, ну че ли не как академия, да, они там мало беряют времени в учебе, в школе, то есть они в основном тренируются, играют, тренируются, играют, вот на таком ритме, поэтому, конечно, они, когда заканчивают школу, их никуда не берут, они получаются ни к чему, понимаешь, вот, и не в футболе заиграли, их никуда не взяли, и мозгов особо нету, вот так, то есть у Никиты, вот у моего сына, у него, он многих ребят знают, которые вот с нашей местности брали в Барселону в Академию, год, два, три, год, два, три, год, два, три, четыре, и назад отправляют, год, два, три, четыре, отправляют назад, отправляют назад, то есть люди там ездят в Барселону на такси, такси им оплачиваются, там, два, три, четыре раза в неделю, ездят туда, тренироваться, потом приезжают сюда, то есть времени на учебу, на уроки у них нету, они отдают там по два, три, четыре года в Академию Барселоны, потом их возвращают сюда, и все, и дети пропадают, вот у него есть один парень, который с ним в команде был, он был года три или четыре, ну, местный, местный каталанец, года три-четыре он был в Барсе, в Академии, вот ездил туда, потом они сказали, ну, физически, как бы, ему надо подкачаться, бы туда-сюда, давай, вот мы тебя отправим назад, в Реус, он из Реуса, Реус Депортио в команду, они там хорошие дивизионы, он по возрасту был, они против Барси тоже играли, как бы, в одной группе, вот, типа там, в практике наберись, накачайся, все, а мы тебе будем следить, вот, ну, что, конечно, то же самое, он закончил последний год, никто его никуда не брал, так, он там, где-то в одной команде, побыл, в другой команде, побыл, сейчас, вот, он в команде Андорро, вот, команде Андорро, это Сигун Дабе, это получается, по-нашему, если по России, то есть, первый дивизион, второй дивизион, третий дивизион, то есть, третий дивизион, по испанским меркам, то есть, это, как бы, полупрофессиональные команды, это, вот, мальчик, который провел очень много лет в академии, барсы, 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 то есть, вот так, нет, футболом здесь очень тяжело, и если кто-то рассчитывает, что, у меня такой талантливый сын, я вот приеду, и он заиграет, может быть, и заиграет, и жизни всякое бывает, но, как бы, должны понимать, что, большинство, большинство, 99,9% они не играют, надо, как бы, пытаться совмещать, вот, мы пытались, с сыном тоже совмещать, конечно, хотелось бы, чтобы он играл футбол, там, на более высоком уровне, но, когда было видно, что, как бы, ну, он нормального уровня, но не настолько, чтобы где-то на что-то претендовать, мы, как бы, уже делали акцент, в том числе, чтобы, кроме футбола, учился нормально, то есть, насколько это возможно, в испанских школах, там, были, была, когда возможность, отдавали в, 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 после всех этих дел, уже перевели его в бесплатную школу, но заставляли его учиться, ну, вот, слава богу, как бы, я тебе рассказывал, тоже, тоже мы, как бы, поставили акцент на Америку, и отправили его тоже, по этой спортивной стипендии, отправили его туда, и, как бы, спасибо, там, первому моему тренеру, который пригласил его к себе в команду, и, как бы, университет взял практически большую часть всех расходов по учебе, там, ну, вот, то есть, не очень много надо было оплатить, мы, кое-как, уперлись, оплатили первый год, а дальше у него, как бы, пошло у самого, он, там, уже начал сам зарабатывать деньги, и, как бы, он, как бы, он себя сейчас обеспечивает там полностью. Спасибо.